Двор дома номер 10 по улице Штурманской штурмует горизонт. В рамках нацпроекта ЖКХ и городская среда здесь началось благоустройство. Спецтехника, рабочие, инструменты. Скоро завершится укладка бордюрного камня и появится парковка. Но это только малая часть ремонтного плана. Полностью идет реконструкция дворовой территории, то есть это полный комплекс. Это у нас и асфальтирование дворовых проездов, установка детских площадок, озеленение. В общем, полное благоустройство двора, то есть полный комплекс работ. Проведена большая подготовительная работа. Составлены сметы и эскизы. На благоустройство двора направлено 3 миллиона рублей. Жители дома очень ждут детскую площадку. Здесь ее не было никогда. У нас вот только одна там, а домов много. И хорошо, когда дети здесь будут гулять. Машин там нету. Ездить замечательно. Играть замечательно. Я так понимаю, жители дома будут сами участвовать в работах? Ну да, вот основное это сделают. А там, если что-то, растительность какая-то или что-то, это естественно. Хоть должны выходить все. В федеральной программе ЖКХ и городская среда будет участвовать и дом номер 3, также на улице Штурманской. Здесь подрядчик выполнит аналогичный комплекс работ. Архангельску в этом году выделено свыше 100 миллионов рублей. 68 миллионов на благоустройство дворов, 34 на общественные территории. Работы будут проводиться при софинансировании из областного и местного бюджетов. Благоустроить дворы подрядчики должны согласно контракту до 30 сентября. Но строители уверяют, что закончат работы намного раньше срока. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. В Котласе межрайонная прокуратура обратила внимание на деятельность двух агентств недвижимости. Проверки прошли в части исполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Организации, оказывающие гражданам посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи, обязаны иметь разработанные правила внутреннего контроля. Но, как выяснилось, не все выполняют требования закона. В ходе проверок установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью агентства оценки недвижимости Двинское правила внутреннего контроля утверждены в 2008 году. И с этого времени не приводились в соответствии с изменениями федерального закона. По результатам проверки в адрес директора общества внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявлено нарушения устранены. Более серьезные нарушения законодательства выявлены в ходе проверки другого агентства недвижимости «Золотый терем». На момент проверки правила внутреннего контроля здесь вообще отсутствовали. Кроме того, в отношении ряда должностных лиц ООО «Золотый терем» правоохранительные органы инициировали уголовное преследование по статье «Мошенничество». В Виноградовском районе появился новый мемориал участникам Великой Отечественной войны. Чтобы обустроить памятник активистам ТОСа «Конецгорские посиделки», пришлось постараться. Работа шла небыстро. С правого берега Двины. Материал Артемия Заварзина. На территории Виноградовского района много удивительных поселений. Например, деревня Конецгорье. Она расположена на нескольких холмах. А сразу после равнинная местность реки и луга. Отсюда и название деревни. Конецгорье. Конец горам. Но конец инициативам и идеям местного населения, кажется, не придет никогда. Даже ТОС свой создали. Конецгорские посиделки. Уже пять лет организуют съезжие праздники, экскурсии для гостей. Для местной ребятни обустроили волейбольную площадку. Возвели часовню. Рядом с ней решили открыть воинский мемориал. Момент, которого ждали два года. На гранитных стеллах много знакомых для конецгорцев фамилий. Кузнецовы, Ковалевы, Суслоновы, Хлопины. Уходили на войну все вместе. Но судьба разделила. И из 500 человек с фронта вернулось чуть больше ста. Среди героев имя Павла Севастьянова. Пришел раненый. Прожил он недолго. Работал в совхозе. Совхоз у нас конецгорский раньше назывался. Бригадиром. Бригадиром работал. И быстро он умер у нас. Мама тоже. Всю войну проработала бригадиром. И сеяла, и пахала. Теперь будем приходить сюда обязательно. Все ордена и медали все у нас. Медаль за маленький подвиг заслужил каждый житель Конецгория. Деньги на мемориал собирали по крупицам, как и архивные материалы. Имена, фамилии, звания. Местный ТОС выиграл районный грант, что ускорило обустройство площади памяти. Пожалуй, что со списками было всех переживательней, надо сказать. Потому что очень боялась ошибиться. Много ведь собиралось не только по документам, собиралось со слов людей. Поэтому проверялось. На сайтах подвиг народа и мемориал уточнялось. Население у нас было очень большое. Поэтому у нас, видите, сколько досок-то много. Хотя сейчас деревня, конечно, маленькая. Но больших дел конецгорцам предстоит немало. Ранен душу. Состояние местных церквей, которые были закрыты в советское время и сегодня разрушаются. ТОСовцы настроены решительно. Собрать средства, выиграть гранты, чтобы под колокольные звоны открыть новую страницу в истории Конецгорье. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. Деревня Зихнова первой в Кенозерском национальном парке перейдет на возобновляемые источники энергии, солнечные батареи и ветроустановки. Преимущество возобновляемой энергии в том, что она неисчерпаема и присутствует практически в любой местности. По плану первым к возобновляемым источникам энергии будет подключен отреставрированный старинный гостевой дом парка. Специально для него солнечные панели смонтируют участники Международной летней климатической школы, которая пройдет в парке. В дальнейших планах архангельских активистов полностью перевести деревню на возобновляемые источники энергии, солнечные батареи и ветроустановки. В пяти детских садах областного центра сейчас пик капитальных ремонтов, после завершения которых откроются новые места. Другой путь к повышению доступности дошкольного образования. Внутренняя перепланировка в учреждениях. Детский сад номер 101 в числе старейших высокогорки. Из трех корпусов эксплуатируется один, второй законсервирован, а в третьем, 57-го года постройки, идет капитальный ремонт стоимостью почти 9 миллионов рублей. В данный момент основные работы проведены. У нас поменена полностью тепловая система, новый тепловой узел в детском саду установлен. Эта часть здания осталась здесь немного завершить. Фасад, фасадные работы. Третий корпус – это 100 новых мест для малышей. Открыться он должен осенью, правда, конкретную дату пока не называют. Подрядчик все время срывает сроки. Мы им дали сейчас 10 дней, для того, чтобы они завершили те работы, которые начали, устранили все недостатки. И через 10 дней мы вновь приедем и посмотрим уже ту готовность, которую они нам предоставят. Капитальные ремонты в этом году проводятся еще в четырех детских садах Архангельска. Сумма бюджетных инвестиций – около 20 миллионов рублей. Новые места дошколятам предоставят и за счет внутренней оптимизации. Например, к первому сентября в детском саду Песенка на Воскресенской новая группа на 10 мест откроется в помещении, где раньше располагался кабинет логопеда. Процентов 70 уже выполнена работа. Осталось вот эту сантехнику установить, сделать. Она уже закуплена, все приобретено. И группа будет готова к приему ребят 1 сентября. Дополнительные группы в этом году появятся также в 11, 77, 162 и 173 детских садах Архангельска. А это 95 новых мест для детей. Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. В Архангельске торжественно открыли первый всероссийский медицинский отряд коллеги. В его составе 33 студента-медика из 12 регионов страны. Чем займутся будущие врачи в столице Поморья, выяснил Михаил Меншенин. 33 студента. Будущие хирурги, терапевты, педиатры. На это лето они оденут халатики медсестер, медбратьев и санитарочек. Бойцы первого всероссийского медотряда коллеги будут трудиться в первой городской и областной клинических больницах Архангельска. Внести свой вклад в здравоохранение Поморья приехали представители 12 регионов страны. И все потому, что идея создания медицинского студенческого отряда принадлежит архангелогородцам. Сама идея изначально предполагалась для создания окружного отряда, в состав которого будут входить студенты-медики Северо-Западного федерального округа. Но потом мы представили свой проект на всероссийском слете студенческих отрядов. Ребята из других регионов, таких как Новосибирск, Красноярск, заинтересовались нами и мы решили вывести на новый уровень. Так, перескочив районный и региональный уровень, первый медицинский отряд сразу поднялся до российского масштаба. Коллеги, студенты медицинских вузов с юга, Урала, Сибири и даже берегов Байкала. Это очень интересный опыт, знакомство с новыми людьми, с новым городом, с больницами, которых мы не видели. Безусловно, участие, оно и престижно в таком глобальном мероприятии. Ну и, безусловно, очень интересно. Бойцы отряда коллеги будут работать в медучреждениях Архангельска до 20 августа. По сути, это первая производственная практика начинающих эскулапов. И то, что они решили зайти в профессию с самых низов, говорит, конечно, в пользу этих ребят. Это очень важное общение. Вот они замечательное название выбрали – коллеги. Вот это уже начинается коллегиальное общение. Дай бог, что они сейчас подружатся, обменяются контактами. Может быть, будут всю жизнь потом дружить, может быть, где-то будут вместе работать. Может быть, получат одну специальность и станут вообще специалистами в одном направлении, в одном отделении. Это очень интересно. От региона первый медицинский студенческий отряд поддерживает областной Минздрав. За работу младшим и средним медперсоналам студенты получат по 12-14 тысяч рублей. Некоторые из них больше потратили на дорогу. Восстребованность в летний период дополнительно в младшем персонале, в медицинском персонале, всегда будет возникать. Я уверен, что такая практика будет востребована и в дальнейшем. Но будет ли это в формате всероссийского отряда или в каких-то других формах, покажет работа самих ребят. Для Поморья такой опыт интересен по многим позициям. Не исключено, что кто-то из этих студентов после окончания своего вуза вернется в первую городскую или областную больницу Архангельска уже с дипломом врача. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Информационные итоги дня подведем сегодня в 19.20 на канале ТВ-центр. Субтитры создавал DimaTorzok